Глава 30 стих 6 Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетение и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои, на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Так как они делали неправду, пророк называет их четвероногими. Хотя между теми и другими простиралась пустыня, однако люди не пренебрегали безрассудно передавать свои блага народу египетскому, который не мог помочь им никоим образом. Львом пророк называет колено Иудина, которое имело силу не от себя самого, а от небесной помощи, по сказанному. Лев Иуда. Напоминая о доблестях отцов, пророк осмеивает глупость сыновей. Оттуда аспиды и племя аспидов. Это он говорит для того, чтобы этими словами поразить сердца их. Показывает, что от благочестивых родителей родились нечестивые сыны. Вы, говорит, посрамляете меня, а я прославляюсь вами перед неприятелями. Праведник уверен в себе самом, как лев. Беззаконный изобилует смятением и не имеет мужества. Семь стих. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Прежде не было наказания, постигли наказание. И они не считали этого неожиданным. Он не только излагает повеления, но и присоединяет. Теперь пойди, начертай это на доске у них, и спеши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Видишь ли, что им в павильону писать ради обличений и обвинений, как и Моисей в своей песне. Это был народ непослушный, совершенно распленный. Десятый стих. Которые проводящих говорят, перестаньте провидеть, провидящим говорят, и пророкам. Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Садитесь с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Тем не менее, как видим, для утверждения души возвещались видения и облеглялись пророчеству. Почему же они чувствовали отвращение при этих словах и желали находиться в заблуждении? Стих 12. Посему так говорит святой Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которая разрушением настанет внезапно, в одно мгновение. Стих 15. Почему вы пришли теперь в смущение? Трудно бывает сознать злобу грехов, когда ты грешник, но когда покаешься, тогда вследствие праведности уразумеешь грехи, как грехи. Итак, вследствие грехов должно плакать, потому что плач и стенание – суть признаки осуждения соделанного. Поэтому ясно, что нужны обращения, слезы и стоны, так как стенание есть подтверждение и рутятельство обращения. Господь был крепость ваша, и вы не хотели слушать его. И хотя вы видели зрелище вещей, однако из этого ничему не научились. Стих 16. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы миловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. Здесь ясно пророк говорит о вевелонянах, много раз научаясь, чтобы было известно о пришествии помощи с неба. Чтобы показать свою великую и неизмеримую силу. Народ будет жить на Сионе, в Иерусалиме, ты будешь много плакать, он помилует тебя. По голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Так нам не помогает, как терпение и постоянная надежда. Павел говорит, что надежда не постыжает. И в терпении многом. А в Евангелии говорится, претерпевший до конца спасется. Нет ничего, что бы боли утверждало человека. Иерусалим же, плачем вас плачется, помилуй меня. Он получил ответ. Все привело к концу. Ни слава жизни, ни обилие правды, ни показания добродетели. Будут только вопли и слезы, подобно тому, как в стране египетской говорится. И я видел озлобление людей моих, которые в Египте. Вопли их услышал. Не потому, что они обратились к правде, но потому, что он полагал для них достаточным прибегнуть для своего спасения к Богу. Уже ли этого достаточно для примирения с Богом? Конечно, говорит пророк, потому, что он милостив и жалеет тебя. 20. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. И учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих. Хотя в этом городе вы мало потерпели, однако вы будете освобождены от плена в стране чужой. Видишь ли, какая выгода от наказания, какова польза после мучений? Не говорит, не соблазняет тебя, но не приблизится к тебе. Ты будешь для них недоступным и недостижимым. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево. То есть, прещающих посребренными суетными, которые они удержали тебя от спасения Божия, А сами заблуждались, как показывают и следующие слова. Тогда вы будете считать скверный оклад идолов из серебра твоего, и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им, прочь отсюда! Не спрашивая, здесь исполнились ли сказанные или нет. Многое сказано гиперболически для утешения их, чтобы они освободились от плена. Многое не исполнилось от того, что они были недостойны, и это очевидно из последующего 25. На всякой горе высокой и на всяком холме возвышенном потекут ручьи. Потоки вот в день великого поражения, когда упадут башни. Ничто подобное, как видим, не случилось когда-либо после плена. Бог говорит, что Он намерен искоренить народ и вновь, не создаст царство, если даже они обратятся. Иначе, чтобы не считали этих слов сказанными тогда, когда они уже исполнились, Он для этого предвещает их заранее. И свет луны будет, как свет солнца, и свет солнца будет светлее семеро, как свет семи дней. В тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Мы видим, на ком исполнилось это пророчество. Начнем сначала. Иудеи говорят, это еще не исполнилось. Мы же показываем, что никто из Иудеев не исцелен. Но среди нас мы это обнаруживаем очень ясно. Нам явился свет не только всем, а более чем в тысячу раз. Больше солнечного. В одно и в то же время просвещены очи внутренние и внешние. Всюду потекла живая вода, то есть наставление, учение Христово. Исцелено наше сокрушение, обвязано рано. Итак, пусть они берегутся, не прещаются и не отступают от истины, удаляясь в хладную и тщетную надежду. Иерусалим плачем восплакался, помилуй меня. Когда было это? Говорят, во время плена. А разве теперь они не в плаче? Или только в то время они погибали от мучений? На реках Вавилонских там сидели мы и плакали. Презрели идолов. Каких идолов? Когда они очистились от нечестия? Не имели ли эти великие слова совершиться с ними после возвращения? Разве он не мог совершить обещанное? Но, как мы выше говорили, они были недостойны этого. Вот имя Господа идет издали. Горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий. Теперь является гнев, но не вместе со славой. И тогда явится слава его и великий блеск. И гнев ярости, как огонь поест, как решение судей есть ничто иное, как только смерть, так решение Христа есть огонь и мучений, как сказано. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Стих 29. А у нас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, твердыней Израилевой. Те, кто всегда грешат, всегда ли будут предаваемы наказанию? Хотя не было никакого иного признака мучения, однако вследствие самоизменчивости человеческой. Людям должно было отступать от грехов и не дерзать совершать зло. Хотя они не веруют, что иудея достаточно защищена одним Богом, и призывают на помощь ассирианы, считают достоверным, что с ними не приключится никакое зло. Однако в то время они будут бояться больше друзей, чем врагов, что было достаточно для их поражения и для познания гнева Божия. Итак, пусть они не обвиняют древнюю неприязнь и не оказывают доверия в неожиданной перемене. И всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительную. Они сами будут причиной погибели. Сами навлекут на себя бедствие, меч вавилонян, пожирающий пламень, град, смешанный с камнями. Так как иудеи были беззаботны и нисколько не сомневались считать их, вавилонян, друзьями, а не врагами, то они воспылали для них почти подобно пожару и подобно граду сошли те, которые в одни языки посылали к нему вестников с дарами. Говоря о вавилонянах, пророк, разумеет, и ассириан, потому что ассириане, владея Сирией, подчинили всех вавилоняны. Таким же образом, как вавилоняне, покорив ассириан, царствовали в Вавилоне. То есть раньше времени не будешь предан наказанию. Два бедствия имеют прийти, одно внезапно, а другое – от друзей. Когда и тебе уготоваться царствовать над дебрью глубокой. Если ты не царство, то царство Иудина будет наказано временем плена. А это яснее открывается из последующего, как древеса. Это можно понимать и о будущем в суде мира.